МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главное, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте. Праздник, объединяющий поколения. Символ нашего единства, мира и стабильности. Беларусь отметила День независимости. Лучшее в труде. 7 жителей региона удостоены почетного звания Человек-года. Героям-землякам от благодарных гомельчан в областном центре открыли памятник братьям Лизюковым. Детский сад, грибная база, обновленная автостанция. В подарок к Дню независимости новые объекты по всему региону. Подробности этих и других событий в ближайшие 26 минут. Парады, митинги, концерты. Более 50 массовых мероприятий прошло в Гомельской области в День независимости. В них приняло участие 130 тысяч человек. В Гомеле праздник начался с Большого шествия по Советской. По главной улице города прошло более 20 тысяч горожан. Те, кто воевал, кто защищал тыл, кто потерял в боях своих отцов и дедов. Те, кто стоит на страже суверенитета страны сегодня и строит будущее родной Беларуси. Отголоски масштабного праздника в репортаже Марины Джалой. До начала торжественного шествия полчаса. Одни выстраиваются в колонны, поднимают растяжки, завершают последнее приготовление перед стартом. Другие с радостью и волнением жмут друг другу руки, подружески обнимаются. Это ветераны. Из-за возраста они не так часто встречаются. В основном на таких праздниках. В каждом городе сегодня Беларуси и в каждом районном пункте делается что-то, чтобы почтить ветеранов, участников войны, которые не щадят своей жизнью, многие погибли. Дали нам возможность вот так собираться, веселиться, радоваться солнцу, погоде, своим детям, внукам и всем людям. Пожалуй, именно это и есть самое ценное, когда можно жить и наслаждаться самыми простыми и одновременно важными вещами. О бесценности мира и радости свободной жизни не устают напоминать ветераны. Их боль от воспоминаний о военных ужасах утихает, но не исчезает. День освобождения. Я бы хотел поздравить всех белорусов с этим днем, Днем Победы над врагами нашей Родины. И пожелать здоровья, счастья, удачи и всего самого лучшего. Это был особый день и для тех, кто после войны поднимал город из руин, отстраивал, не жалея ни времени, ни здоровья. Гомель не узнать. В свое время, где-то в конце 40-х лет, мы комсомольцы, работая на сельмашей, работали. Ну как, еще пацан был, но уже работали. Отработаем смену. После работы нас везут на развалины где. Делали расчистку, уборку города. И сейчас, как говорится, друг нашего БРСМ, они меня приглашают на конференции, на совещания. Я горжусь, что у нас есть смена. То же самое БРСМ. Так совпало, что буквально через минуту наша съемочная группа встретила первого секретаря Гомельского областного комитета БРСМ Игоря Завалея вместе с сыном Максимом. Отец не просто привел мальчика на праздник, а объяснил, по какому поводу здесь собралось столько тысяч человек. Что такое День независимости? Почему он празднуется? И вот даже вот этим разговором сегодняшним он сегодня очень много узнал. Того, чего, например, в следующем году уже спросит. Папа, мы пойдем на парад? Минута в минуту начинается шествие. 20 тысяч человек под звуки оркестра движутся по улице Советской. Ветераны, молодежь, представители власти и трудовых коллективов. Такие масштабные мероприятия всегда завораживают. В этом чувствуется настоящая сила единения. Колонна подходит к площади Труда. Здесь традиционный торжественный митинг, церемония возложения цветов и венков к братской могиле советских воинов и подпольщиков. Но сначала небольшой экскурс в далекое военное прошлое. Во время Великой Отечественной войны более 200 белорусских городов было разрушено, уничтожено свыше 9 тысяч деревень. Примерно миллион 300 тысяч белорусов сражались на фронте. Около 300 тысяч потом наградили орденами и медалями. Звания Героя Советского Союза были удостоены 400 человек. Из них 120 – жители Гомельщины. Самое главное, чтобы, конечно, никогда не было войны. И пусть молодежь, которая сейчас учится в школах, в институтах или университетах, пусть она добивается своего, пусть принимают все знания, которые только им дают преподаватели, чтобы их использовать в дальнейшей жизни на благо нашей замечательной Родины Белоруссии. Далее основные праздничные мероприятия продолжились на площади Ленина. 3 июля 1944 года во время операции «Багратион» был освобожден Минск. Сама операция началась 23 июня. 27 июня кольцо окружения сомкнулось вокруг Бабруйска. 29-го вокруг Могилева также были окружены части вокруг Минска. Это был внушительный реванш событий 1941 года. Тогда фашисты, попавшие в окружение, не получили должной поддержки. В историю вошла радиограмма, отправленная из 49-й армии в собственный тыл. «Сбросьте с самолета хотя бы карты местности, или вы уже списали нас?» Ответа не было, и вскоре противники сдались. В результате уже 28 июля Красная армия заняла Брест и завершила освобождение Белоруссии. Сложно перечислить все мероприятия, которые подготовили организаторы для тех, кто чтит эти великие праздники. День независимости и 75-летие освобождения Белоруссии. Но каждая из них с обязательным напоминанием о войне. Парад военной техники, песни, тех лет, выставка вооружения. Главное, пожалуй, атмосфера, которая в этот день царила на каждой праздничной площадке. Яркой финальной точкой мероприятий стала акция «Споем гимны вместе». Присоединиться в хору смогли все гомельчане и гости города на праздничных площадках. День независимости объединил всех, кто ценит славную историю своего Отечества и верит в его будущее. Этот праздник – воплощение героизма, стойкости, мужества и величия духа нашего народа. Символ единства, благополучия и процветания белорусского государства. Марина Джалая, Валерий Гопанько, новости недели. Накануне главного праздника страны, Дня независимости, в Гомеле чествовали обладателей почетного звания «Человек года». Оно присуждается за высокие достижения в труде, творческий подход и преданность делу. В концертном зале «Аншлаг» – вступительное слово за исполняющим обязанности председателя Гомельского облсполкома Геннадием Соловьем. Он не только поздравляет присутствующих с большими для Беларуси праздниками – Днем независимости и 75-летием освобождения от фашистских захватчиков, но и рассказывает о достижениях каждого района Гомельщины. Затем волнительная часть праздника – вручение почетного звания «Человек года». В номинации «Служу Отечеству» лучшей стала Анна Романова – заместитель начальника отдела таможенных операций и контроля номер 2 Гомельской таможни. Звание мастер у Светланы Колесниковой – врача от ариноларингологического отделения Гомельской областной клинической больницы. Лидером признан Иван Дусинок – электросварщик Гомельского завода «Литьяй и Нормалий». Лучшим по призванию стал Владимир Тачихин – врач-онколог-хирург Гомельского областного клинического онкологического диспансера. Руководителем года стал Михаил Копинский – директор сельскохозяйственного унитарного предприятия «Полесья Агроинвест». Человеком на земле признан Николай Остапович – тракторист-машинист акционерного общества «Бабовский». В номинации «Открытие» победа у Сергея Бычкова – председателя общественного объединения Совета отцов города Гомеля. За 2018 год наш проект «Папа-зал» вышел на республиканский уровень. Инициатива «Рух дворовых гульного», которую мы осуществляли в прошлом году, она тоже стала очень большой. Мы провели порядка 230 мероприятий – это тренировки, мастер-классы по воркауту, стритболу, футболу, другим уличным видам спорта, в которых поучаствовало порядка 2000 человек. Получилось построить благодаря партнерам площадку для воркаута профессиональную в городе Гомеля, которая сейчас заполнена с утра и до вечера практически. И получилось масштабировать тот проект, который был просто на базе идеи, и мы развиваем его дальше и планируем развивать его по республике. Детский сад и памятник братьям Лизюковым в Гомеле, обновленная автостанция в Петрикове и грибная база в Житковичах. Ко дню независимости Республики Беларусь в области приурочили открытие сразу нескольких объектов, которые для региона без преувеличения можно назвать знаковыми. Понятно, что наши журналисты оставить эти события без внимания тоже не могли. Этот детский сад в 104 микрорайоне Гомеля ждали. Здесь много молодых семей с детьми. Сад принял около 200 воспитанников в возрасте от 2 до 6 лет, что значительно снизило проблему с наличием мест в дошкольных учреждениях. Кроме того, открытие ясли сада позволило создать более 60 рабочих мест. Проект дошкольного учреждения нетиповой. Это видно даже по дворовой территории. Во всяком случае, такого количества детских игровых площадок в одном месте нет больше нигде. Раньше мы возили детей в город, в другие районы города Гомеля. А сейчас вышел из подъезда, и ты уже практически в детском саду. В детском саду созданы все условия для всестороннего развития каждого ребенка. Есть музыкальный спортивный зал, медицинский блок. Оборудована прекрасная прачечная. Пищеблок оборудован как технологическим оборудованием, так и производственным инвентарем. Во время празднования Дня Независимости на площади Победы в Гомеле открыли памятный знак братьям Евгению, Александру и Петру Лизюковым. Это действительно уникальная семья. Во время Великой Отечественной семьи, где звание Героя Советского Союза получили по два человека, было всего 12. Идея увековечить память о земляках родилась давно. Однако долгое время дело ограничивалось по рельефам на улице, которая носит их имя. В 2015-м соответствующий заказ получил известный гомельский скульптор Валерий Кондратенко. Это уникальное явление, что в одной семье два героя Советского Союза, и третий был представлен к этому званию. А по каким причинам он не получил это, это абсолютно не важно. Если в Гомеле отдавали дань памяти братьям-героям, то в Житковичах вспоминали своих земляков, погибших в Афганистане. На Аллее Славы 14 мемориальных досок с именами и фотографиями ребят, не вернувшихся с той войны. Сегодня им было бы по 50 лет, и они могли бы стать реальными участниками праздничных мероприятий. Впрочем, в сердцах их матерей эти парни живыми останутся навсегда. Еще одно событие этого дня в Житковичах – открытие грибной базы. В прошлом году по инициативе областного спортклуба и при поддержке Федерации профсоюза в Беларуси в местной детско-юношеской спортивной школе открыли отделение по гребле на байдарках Каноэ. Потом было выделение участка для строительства базы и сбор средств для реализации запланированного. Для жителей Белорусского Полесья гребля на байдарках и Каноэ – действительно национальный вид спорта. Уровень зависит от количества людей, скажем так, и от специалистов, которые работают с этим. Ну и плюс то, что, наверное, генетически все-таки заложено на Полесье сторона болот и, скажем, рек. Поэтому все-таки белорусы склонны к этому виду спорта. В открытии базы в Житковичах приняла участие национальная команда по гребле на байдарках и Каноэ во главе с ее главным тренером. Сегодня в Беларуси создана эффективная система подготовки спортсменов самого высокого уровня. И совсем не исключено, что скоро в списках чемпионов появятся и фамилии молодых житковчан. По вынослим, по скоростно-силовым компонентам они остаются в этом виде спорта. А дальше уже слагаемое успехи. Психология, техническое исполнение, экономизация движений. Вот все это уже серьезная работа. А так самое главное, вот их селекционный набор – это за лето, за сезон, за зимний период просмотреть определенную группу спортсменов. Называется количество. И перспективных показать. В Петрикове подарком жителям ко дню независимости стала реконструированная автостанция. Сегодня город готовится к проведению областных дожинок 2019. И станция стала первым объектом социальной инфраструктуры, вновь введенным в эксплуатацию. Все работы за собственный счет выполнило открытое акционерное общество «Гомель ОблАвтотранс». Общая сумма вложенных средств – 390 тысяч рублей. Кстати, Петриковская автостанция – единственная в стране, где реализуется уникальный проект. В рамках договора с Гомельским отделением Белорусской железной дороги здесь можно приобрести единый билет сразу на два вида транспорта. Вначале из Петрикова на автобусе по нему можно доехать до железнодорожной станции, а потом пересесть на поезд. Пассажиры говорят, что это очень удобно. Завтра от Муляровки, да, отправление поезда? Да. А как мне добраться до Муляровки? Вы приходите в 4.30 на автостанцию, стоит автобус Петриков-Муляровка, отправление автобуса в 4.30. У водителя приобретаете билет, идете уже с нашим этим билетом прямо в поезд. То есть вот по этому билету я могу сесть в поезд, там вопросов не будет? Да, вопросов не будет, да. Главная задача, которая решалась в ходе реконструкции Петриковской автостанции – создание комфортных условий для пассажиров. Здесь впервые открыли кафе, а также подключили бесплатный беспроводной интернет. Справились за 4 месяца, включая отделку здания керамогранитом, установку декоративной ограды и нового навеса на перроне. Предусмотрели, кажется, все нюансы. Здесь учтены все условия для пассажиров с ограниченными возможностями. Здание полностью оборудовано системой видеонаблюдения и пожарной сигнализацией. Все современные условия здесь соблюдены. Олег Шенсюров, Ольга Коновалова, Евгений Макенко. Новости недели. В 2019-м исполнилось четверть века Конституции Беларуси институту президентства в нашей стране. Какими стали эти 25 лет для региона и его жителей? Насколько вырос уровень правовой грамотности населения? Об этом наше большое воскресное интервью с председателем Гомельской областной нотариальной палаты Маргаритой Жоровой. К слову, на неделе все нотариальные бюро региона провели бесплатное консультирование жителей области по вопросам совершения нотариальных действий. Акцию приурочили ко дню независимости страны. В 2019-м исполнилось четверть века Конституции Беларуси и Институту президентства в нашей стране. Какими стали, на ваш взгляд, эти 25 лет для беларусов и, конечно, для нашей Гомельщины? 25 лет – это не очень много, но вместе с тем и много. Я могу судить только о правовой системе, которая позволяет Конституция сделать правильной. Мы все законы именно по основному пишем нашему закону. Поэтому изменилось в лучшую сторону социальные права гарантируются, трудовые права гарантируются, жилищное право, видно, как жилищное строительство. Вот если глянуть на нашу область, то у нас жильем теперь практически любой может построить, взять кредит и сделать для себя необходимые жизненные условия. То есть право на жилище, право на безопасность, право на неприкосновенность. Незаметно, но для всех это есть. 1994 год. Именно тогда еще кандидат в президенты Александр Лукашенко произносит фразу, ставшую после одной из национальных идей, как мне кажется. Отвести государство и народ от пропасти – вот первостепенная задача президента. Маргарита Анатольевна, о какой такой пропасти в те годы, как вам кажется, говорил глава государства? Ну, если откинуть несколько десятков лет тому назад, я жила в это время. Я могу предположить, опять же, с юридической точки зрения, 1993 год, новый закон о приватизационных именных чеках, закон о приватизации. Некоторые законы, связанные с тем, как можно сделать продажу предприятий, учреждений. На полках магазинов, насколько я помню, ничего не было, потому что, по-моему, по тавончикам мы что-то покупали. Поэтому я думаю, что вот как раз, я думаю, что имел в виду наш президент именно это. Нельзя все распродать. Нельзя все распродать. За дешевые деньги, ну, сделать наш народ бедным. Думаю, что он просто-напросто хотел оставить то, что государством заработано, и людьми заработано, оставить им. Это и безопасность каждого конкретно взятого человека, это и безопасность в целом страны, говоря, и про производство. Даже, знаете, в 1993 году уже тогда было установлено, что есть закон о социальной защите семейных отношений. То есть уже тогда даже начали думать, что семья главная, и это тоже конституционное право. У каждого, безусловно, свое понимание независимости. А вот для вас что значит это слово? Независимость. Вы знаете, если из философии исходить, то это полная свобода. Но полная свобода... Такое бывает? Да. Достигается только тогда, когда ты четко исполняешь установленные правила, моральные нормы и все остальные нормы, имеющиеся в государстве. Как, на ваш взгляд, Маргарита Анатольевна, за эти 25 лет суверенной беларусы поменялся уровень нашей правовой грамотности? Знают много. Просто-напросто есть теория права, которая говорит, как применять право. Но то, что выросли высоко в этом уровне, читают, ходят. У нас есть публичные центры информации правовой, люди приходят, читают. И это видно в обращениях, как они на что ссылаются, как говорят. Источников информации тоже ведь много. Среди них, конечно, интернет, который ведь порождает и псевдограмотность. Я убежден, и значит так. Да, да. И вы знаете, опять-таки, надо же понимать норму права в комплексе. Почему у нас есть такое правило, издание пакетное, издание законов. То есть одно правоотношение, но во всех отраслях. Но вместе с тем можно же выбрать из контекста слово и прочитать его точно так, как я хочу его прочесть. И поэтому неправильное применение. Потому что официальное толкование норме права может отдать только орган, которому это позволено делать. Это тот, кто издал или кому поручено. То есть вы к тому, что есть вопрос все-таки к специалисту? Конечно. То есть если у вас есть сомнения, вы что-то знаете, лучше подойти к специалисту и переговорить о нем. А теперь специалисты в разных отраслях права. Пожалуйста, и таможенное право, и налоговое право. Идите конкретно к специалисту, который вам подскажет. Но надеяться на то, что вы лучше знаете, чем специалист, который проучился 5 лет, и еще потом проработал лет 10, это самонадеянно. Я знаю, что и вы, ваши коллеги, стараетесь поддержать в этом плане и жителей региона, в том числе и на безвозмездной основе. Конечно. Нотариусы – это вообще те люди, которые работают на защиту прав гражданина. И при том не просто прав гражданина, а бесспорно и на будущее время. Соответственно, они хотят, чтобы люди приходили и оформляли документы так, как надо. Поэтому у нас очень много акций проводится, установленные конкретно по приказу нашего БНП, каждому празднику, который есть. Кроме всего прочего, мы свои проводим акции. Мы раз в квартал работаем с библиотекой нашей Ленина. Спасибо им, они представляют площадку. И мы доносим те вопросы до людей, которые касаются жизненно важных моментов. Это право на жилище, это право на наследование. Право на право. Право на право. Да, нотариусы в этом смысле молодцы. Вот тут недавно была у нас конференция о взаимодействии со СМИ. И мы определились все-таки, спасибо коллегам-журналистам, что они нам помогли понять, в каком виде излагать информацию для граждан. Как сделать так, чтобы они понимали и принимали. И если засомневались в чем-то в своей жизни, то, конечно, шли на консультацию к специалисту. А мы готовы помочь. Маргарита Анатольевна, спасибо за интервью. Вам лично успехов. Спасибо. И до встречи в эфире. Спасибо. Прошедшая неделя в регионе оказалась богатой на музыкальные события. В Гомеле с сольным концертом выступил заслуженный артист России Валерий Сюткин. За более чем 10 лет, прошедших со дня его предыдущего выступления, поклонники успели соскучиться. Об этом свидетельствовал аншлаг на стадионе «Центральный» и импровизированный бэк-вокал в «Тысячи голосов». Интересные подробности этого и других концертов далее в нашем культурном обозрении. Поздравить с гомельчан и гостей города с Днем независимости Беларуси приехала популярная белорусская группа «Тяни толкай». Парни с первых минут своего выступления подняли праздничное настроение слушателей еще выше и покорили гомельчан открытостью в общении. Группа исполнила свои самые известные хиты, а также несколько новинок. Затем на сцену поднялся заслуженный артист России и почетный деятель искусств Валерий Сюткин вместе со своим рок-н-ролл-бэндом. Концертная программа называлась «То, что надо». Подходящее название для праздничного вечера. В интервью перед началом концерта Валерий Сюткин отметил, что любит экспромт, в частности, заменять некоторые слова в песнях. Так неожиданно для присутствующих в хорошо известном всем строках появился город Гомель. С последнего концерта, который Валерий Сюткин давал в Гомеле, прошло более 10 лет. Поклонники его творчества успели не на шутку соскучиться. Живая музыка и исполнение доставили настоящее удовольствие всем слушателям. На неделе гомельчане открыли для себя и фестиваль классика «Уратуши». Ранее это был исключительно столичный музыкальный форум. В этом году организаторы решили проехаться с программой «Вива Штраус» по всем областным центрам страны. В Гомель они привезли молодой коллектив музыкантов, арт-мьюзик-оркестра и солистку Национального академического большого театра оперы и балета Республики Беларусь Елену Шведову. В концерте прозвучали произведения двух самых известных представителей музыкальной династии Штрауса, ее родоначальника Иоганна Штрауса-старшего и его сына, короля вальсов Иоганна Штрауса-младшего. Послушать концерт все желающие смогли абсолютно бесплатно. Свободный вход – отличительная черта фестиваля «Классика уратуши». Евгения Кухаронок, Андрей Иванов. Специально для программы «Новости недели». На этом у меня все. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова